Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, любители кастиного звука! Прошло буквально несколько дней после представления вам видео про апгрейд усилителя Marantz PM7200. Как он попал ко мне повторно на обзор, в связи с тем, что были множественные очень отзывы о том, что необходимо провести работы по замене кабеля штатного питания, вот такого, который стоял с сечением 0,75 квадратных миллиметра, достаточно слабое звено по системе питания у этого усилителя. Поэтому владелец аппарата не устоял и принял решение повторно отправить мне его для произведения манипуляции. Установлено было, принято нам и решение, гнездо для того, чтобы в будущем можно было улучшать качество подачи питания с помощью еще и кабеля питающего, увеличивая его качество. Установлена родиевая аппаратная розетка электрическая ЕК-320 фирмы Furutech FI-06. Использованы для коммутации проводники монокристаллическая посеребряная медь АПОЦЦ, ультра чистая, с сечением 14 АВЖ. Не смотрите на кажущееся маленькое сечение этих проводников. Они в тефлоновой изоляции, которая очень тоненькая и все равно выдерживает 600 вольт. Поэтому кажущиеся проводники, которые стояли здесь, приблизительно такого же наружного сечения, но они имеют 22 АВЖ. Это 0,33 квадратных миллиметра. Вот этот провод шел на трансформатор. 0,33 квадратных миллиметра всего лишь на все. Это в 5 раз меньше сечения или более даже, чем применили мы. Проводник, который шел на систему питания, это 0,75 квадратных миллиметра. Это более чем в 3 раза меньше сечения, чем применили мы. Далее, что было нам сделано. Мы изъяли вот такие вот контактные колодки, которые были установлены в плате. Все соединения были выполнены методом пайки. Непосредственно место ближайшее для коммутации. И на гнездо предохранителя. Методом пайки, высококачественным припоем серебросодержащим. Все изменения коснулись и платы питания, которая представлена вашему вниманию. Представлю вам фотографии вида этой платы до апгрейда и после его. Все множественные перемычки, которые присутствуют здесь в плате, их количество набегает очень огромное пробегами по 15 суммарно сантиметров и более. Поэтому все эти перемычки очень маленького сечения были заменены на этот же классный большого сечения проводник. Соответственно, все эти манипуляции приведут к тому, что еще сильнее повысится качество звучания этого усилителя. И еще сильнее повысится динамика, динамический диапазон расширится. Так как броски питания прямо с конденсаторов емкостью 12000 микрофарад будут по хорошим проводникам, вот таким, по плате поступать прямо на плату усилителя. Сейчас у меня подготовлена система для произведения записи. После того, как я сниму это видео, я сделаю запись. Места установки микрофонов и материал используются один в один, такой же, как был в предыдущих видео. Запись представлю вам на ваше рассуждение. Не знаю, будет ли слышна разница этих изменений в этом усилителе. Поэтому и представлю запись вам, для того, чтобы вы оценили и высказали свои мнения, впечатления. Не скупитесь на лайки, ставьте их как можно больше, пишите комментарии. Мои видео я веду на добровольных началах, на собственном желании, на собственной инициативе. Поэтому не скупитесь, поддерживайте мой канал. Подписывайтесь и оставляйте комментарии, ставьте лайки. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Всем успехов в развитии ваших аудиосистем. Всем жителям нашей планеты пожелаю скорейшего прекращения фашистских войн, развязанных милитаристскими режимами Путина и его подобным. Всем мира и добра. До свидания, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok